Мы должны пытаться совершить открытие и вернуться к духовности. Наркоз не имеет никакого отношения к осознанности. Осознанность есть даже там, где нет тела. У вас уже есть необходимый инструмент, чтобы испытать это. Тело станет точкой доступа. Научные знания, технологии и современная медицина на самом деле значительно повысили среднюю продолжительность и качество нашей жизни. Но в то же время, я думаю, что мы должны пытаться совершить открытие и вернуться к духовности или тому, что вы называете чистым опытом. Вы согласны с тем, чтобы прийти к такому балансу? Это все равно, что есть мото-механик, который хорошо разбирается в мотоциклах. Но вы попросите его починить компьютер. Он может взять отвертку и открыть корпус, но кроме этого он ничего о компьютере не знает. Именно так дело обстоит с объективными науками. Один плюс один всегда равно два. Объективность может работать только так. Вы не можете сказать, что один плюс один — это еще и одиннадцать, не говоря уже о миллионе. Вы не можете утверждать такое в силу природы объективности. А объективность — это порождение нашего интеллектуального процесса. Источником интеллектуального процесса является память. Махинации с памятью невозможны. Они приведут к путанице. Я помню, что это один и это один. И когда я объединяю их, я говорю, что это два. В основе этого, если я искажу память, то мой интеллект станет бесполезным. Интеллект управляет той стороны нашей жизни, которую мы, по сути, называем самосохранением. Для самосохранения интеллект жизненно необходим. Без него мы не можем существовать. Вы говорите о том, что жизнь улучшилась во многих отношениях, увеличилась продолжительность жизни. Нет. Качество нашей жизни нисколько не улучшилось. Повысился только уровень комфорта и удобств. И, конечно же, увеличилась продолжительность жизни. Всё это, безусловно, относится к самосохранению. Не так ли? Это процесс выживания. Когда дело касается самосохранения, наш интеллект имеет жизненно важное значение. Без этой функции мы не сможем выжить в этом мире. Работают все пять органов чувств, они передают данные интеллекту, и в результате вы ими пользуетесь. От того, насколько эффективно вы это делаете, будет зависеть эффективность вашего выживания. Увеличение продолжительности жизни означает, что ваша эффективность выживания взросла. Вот и всё. Вы более здоровы, чем люди в прошлом, хотя я так и не думаю. Но, допустим, так и есть. Это всего лишь означает, что ваш процесс выживания стал немного эффективнее. Это процесс выживания. Вы же говорите об осознанности. Дело в том, что понятие осознанности используется очень вольно. Если кто-то находится под наркозом, а потом приходит в себя, вы говорите, он снова осознаёт происходящее. Всё, что вы делаете для проведения наркоза, не имеет никакого отношения к осознанности. Это имеет отношение к телу и его функциям. Вы отключаете некоторые проявления функций организма. Одна из них — это передача болевых ощущений, что особенно важно для тех, кому предстоит операция. Вы не хотите останавливать сердце пациента, не хотите останавливать его мозг, вы хотите прекратить передачу сигналов боли. Всё, что нужно вырезать, вырежут. Всё, что было не в порядке, будет исправлено. Некоторые органы, не являющиеся жизненно важными, будут удалены. Всё это происходит, но при этом вы не чувствуете боли. Это не имеет ничего общего с утратой или обретением осознанности. Так не бывает. За неимением альтернатив мы используем одни и те же слова. Язык — это ещё одна производная нашего интеллекта, поэтому он может оперировать только противоположностями. Без противоположностей не будет языка. Без противоположностей интеллект не может работать. Но когда вы говорите об осознанности, вы не имеете в виду две противоположности. Нет никакой осознанности А и Б. Нет позитивной или негативной осознанности. Осознанность только одна. Это моё тело, это ваше тело. Это отчётливо установлено. Сейчас это так на сто процентов. Я не знаю, что вы пьёте, но что бы вы ни пили, то, что в чашке, — это не вы. Но когда вы это выпиваете, через какое-то время оно становится вами. Это происходит прямо сейчас. Хотя то, что вы считаете своим телом, и то, что я считаю своим телом, это всего лишь часть этой планеты. Сейчас совершенно ясно, это моё тело, а это ваше. На сто процентов. Это мой ум, а это ваш ум. Это мои эмоции, это ваши эмоции. Это мой опыт, а это ваш опыт. Но не существует такого понятия, как моя осознанность и ваша осознанность. Это живая осознанность. Мы надули свой собственный пузырь. Я уверен, что этот замечательный мальчик, который сейчас подбежал к камере, я уверен, что он иногда пускает в вас мыльные пузыри. Когда мы надуваем мыльные пузыри, это мой пузырь, а это ваш. Но когда они лопнут, не будет больше моего пузыря и вашего пузыря, не будет вашего воздуха и моего воздуха, осознанность означает именно это. Сейчас вы надули свой пузырь, а я надул свой. Это я, а это вы. Но когда они исчезнут, не будет такого, как моя осознанность и ваша осознанность. На этой планете только человек обладает неврологическим потенциалом и сложным механизмом, которые, если им это позволить, могут открыть доступ к этому измерению осознанности. Ни одно другое существо не способно получить к нему доступ. Это не значит, что в них нет осознанности. Без этого их жизненный процесс не состоялся бы. Осознанность есть даже тем, где нет тела. Единственное, вам нужен определенный сложный инструмент для доступа к этому. Этот инструмент — человеческий механизм. Именно поэтому мы считаем, что быть человеком — это большая привилегия, потому что у нас есть доступ к измерению за пределами ваших физических границ. В этом и есть значимость того, чтобы быть человеком. Так что не будем путать инструмент и объект наблюдения. Вы можете увидеть в телескоп другую галактику, но галактика не создается телескопом. Галактика где-то там. Телескоп только помогает нам ее увидеть. Точно так же, ваше тело, мозг и остальное, я не хочу перечислять все, от волос до пальцев ног, для меня все является телом, включая мозг. Это просто еще одно измерение тела. Если мы будем поддерживать это тело определенным образом, если не будем излишне засорять его идеями, философиями, отождествлениями, если мы сохраним его на определенном уровне открытости, оно станет точкой доступа к тому, что мы определяем как осознанность или основы жизни, которой мы являемся. У вас есть необходимые инструменты, чтобы испытать это. Это не инструменты из вашей лаборатории. Вы, как человек, уже обладаете необходимым инструментом, чтобы это испытать. Позволите ли вы себе это или нет? Вот единственный вопрос. Как я сказал вначале, все зависит от того, как вы себя отождествляете. Если ваши отождествления ограничены, вы потеряли способность испытать это. Если вы ни с чем не отождествлены, если вы сохраняете такую свободу, тогда у вас есть возможность испытать осознанность. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok